Руководитель Международного союза биатлонистов Андерс Бессенберг никогда антироссийскую риторику не поддерживал. Поэтому «Жемчужина Сибири» продолжает жить в ожидании самых важных соревнований своей недолгой, но яркой истории. О степени готовности к финалу Кубка Планеты и прочих нюансах журналистам и болельщикам рассказали руководители Тюменского оргкомитета. Руководители оргкомитета этапа Кубка мира в Тюмени Дмитрий Громодин и Елена Брохис во время видеоконференции отвечали на вопросы журналистов и болельщиков, которые те присылали и заранее, и в прямой эфир. Многие прежде всего интересовались покупкой билетов. Сегодня, заходя на сайт компании по номиналу, мы видим, что у нас остались на трибуну, а билеты только на будние дни, на 22 марта. Совсем порядка там около 100 билетов на 23 марта. Буквально несколько билетов, да, два билета он смотрит как раз. Поэтому билеты очень хорошо приобретаются. И если кто-то планирует посетить этап Кубка мира по биатлону, то нужно как можно быстрее позаботиться приобретением билетов, потому что непосредственно перед гонками я очень сомневаюсь, что такая возможность будет иметься. Перед Тюменю стоит непростая задача – устроить яркое шоу в условиях фактически холодной войны, объявленной российскому спорту. События, к которому будут прикованы взгляды всего мира. Каждую мелочь и любой нюанс рассмотрят под микроскопом, а любой просчет возведут в абсолют. Это при том, что от российских организаторов и так всегда требует намного больше, чем от представителей других стран. Не знаю, с чем это связано. Да, мы много говорим об этих стандартах, которые очень сейчас популярны, в том числе и в этом виде спорта. Но так как мы отличники, мы хотим, чтобы у нас все было хорошо и однозначно лучше, чем было в прошлый раз. А в прошлый раз на чемпионате Европы было здорово. Именно после Евро-2016 биатлонные болельщики из разных регионов России и заграницы открыли для себя тюменское гостеприимство. И на Кубке мира скучно фанатам точно не будет. Это касается не только гонок. Теплые шатры, пункты питания, атрибутика – самые разнообразные конкурсы. Если кому-то не хватит места на трибунах «Жемчужины Сибири» – не беда. В отеле «Восток» расположится дом болельщиков, где активности тоже будет хватать. Совместный просмотр стартов, различные розыгрыши и еще много всего интересного. Есть и непосредственно тюменские организационные фишки. Плюс есть такая замечательная у нас традиция в Тюменской области на наших международных, но вообще на всех наших крупных мероприятиях, которые больше пока нет нигде. Это детская комната, когда родители могут своих ребятишек оставить там, а сами пойти спокойно погулять, приобрести сувениры, атрибутику. Мы, как и на чемпионате Европы, на этапах Кубка мира будем продавать Кубка Европы официальную атрибутику, которая подготовлена только для этих стартов. Отметим, что в марте Тюменская область готовится принять не только финал Кубка мира. В Увате 10 и 11 числа должен состояться финал Кубка IBU. Так что сейчас Ургкомитет одновременно готовится к двум крупным стартам. Мы мобилизованы, все свои возможности, подавая заявку на проведение и этапа Кубка IBU, и этапа Кубка мира, мы, конечно, просчитали. Более того, в прошлом году мы были готовы, но пронять вообще на «Жемчужной Сибири» сразу два этапа подряд, по лыжным гонкам и по биатлону, буквально с разницей в несколько дней. Поэтому думаю, что особых сложностей у нас не возникает в плане подготовки. Хочешь, чтобы твои соревнования хорошо оценили? У вас, журналистов. В «Жемчужине Сибири» к финалу Кубка мира возвели просторный современный медиа-центр. Удобно будет работать и пишущей прессе, и фотокорреспондентам. У них будет отдельное помещение. И отдельное помещение для бродкастеров. То есть это те компании телевизионные из разных стран, которые будут вещать у себя. Все было бы совсем хорошо, если не обращать внимания на конъюнктуру. Атмосфера вокруг российского спорта сейчас накалена как никогда. Естественно, не обошлось без вопроса, ожидаются ли провокации и попытка забрать у Тюмени эти соревнования. Уже столько абсурдных решений принималось, поэтому давать какие-то гарантии, что 100% никаких отмен не будет, сегодня, наверное, невозможно. Но мы ориентируемся на то, что, в первую очередь, контракт на проведение между Оргкомитетом Тюмени, Союзом биатлонистов России и IBU подписан. В соответствии с этим контрактом мы готовимся принимать эти старты. Ну и теоретически, просто понимаем, перенести там за два месяца до начала этапа Кубка мира достаточно сложно. Дмитрий Викторович не зря говорил столь осторожно. Надо понимать, что Рубикон давно форсирован и сейчас ведется война на поражение. Буквально через день после пресс-конференции на сайте Международного Союза биатлонистов появилась вот такая информация. Исполнительный комитет IBU хотел бы проинформировать о том, что перспектива проведения соревнований под эгидой IBU в России, запланированных на сезон 2017-18, в настоящее время по-прежнему оценивается с учетом поступающей информации. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома IBU в феврале в ходе Олимпийских игр в Пхенчхане. Пока ничего страшного не произошло, но сам факт того, что давление на IBU достигло масштабов, при которых хотя бы рассматривается вариант все отменить в последний момент, говорит о многом. Будем надеяться, что это просто попытка Бессиберга успокоить наших противников, показав, что гипотетически обсудить перенос в Союзе готовы. Но не больше. И финал Кубка мира в Тюмени с 22 по 25 марта мы все же увидим.